Им некуда деваться или попросту нет денег, чтобы выехать. Вот и живут под обстрелами. Все время прячутся от взрывов. Грохот артиллерии здесь не прекращается. Местные жители поселка Ямполь в Донецкой области опасаются нового наступления россиян. Стрелки часов на стене Виктории движутся в обратном направлении. Женщина говорит, и вправду хотела бы отмотать время назад, ведь она на год застряла в одном ужасном дне. На эту зиму мы еще как-то... А что будет на следующую зиму, я даже представить себе не знаю. Работы нет. Денег нет. Виктория уезжать не хочет. В Ямполь она переехала в 2014 году, когда украинские войска в первый раз отбили село у российской армии. Сейчас особенно тяжело. Если бы не волонтеры, признается женщина, же умерла бы с голоду. Россияне разбомбили всю инфраструктуру. Я же говорю, мы 10 месяцев без копейки денег. Нам нечем пополнять счета. Вот на настоящий момент дома, это спасибо волонтеры, возят нам хлеб. На настоящий момент дома нет не то, что на крошку хлеба. Их денег нет просто совсем. Виктория в прошлом психиатрическая медсестра. Рассказывает, сейчас в округе не хватает даже самых элементарных медикаментов и приборов. Нет возможности, чтобы волонтеры привезли аппарат для измерения давления. Показывает последствия прилетов, какой силы они были. Если повырывала такие стойки, вы можете себе представить, вот собака была здесь, собаку разорвала. Я получила тогда здесь контузию. В апреле прошлого года российские войска захватили Ямполь. Украина отвоевала его в сентябре. Теперь местные жители опасаются возобновления наступления россиян. А нам деваться некуда. Нам бежать некуда. Собака, кот и попугай – единственная от рада женщины. Это самое родное, которое у меня осталось. Ну, считай, сына, конечно. В нескольких километрах от Ямполя стоят украинские защитники. Ожидают атаки россиян, о которой говорят в последнее время в СМИ. Ходили слухи, что планируют наступление со стороны Беларуси. Но это не подтвержденная информация. Они просто хотят, чтобы мы войска туда оттянули и изменить ситуацию в свою пользу. Сергей был мобилизован в октябре. До этого работал строителем за границей, но решил вернуться и защищать родину. Теперь работает с джавелином. Раньше в Ямполе была огромная ферма и проживало около двух тысяч человек. Сейчас же остались единицы. Всего в 30 километрах отсюда – Кременная, захваченная путинскими войсками. Поэтому и гражданские, и военные живут в постоянном напряжении. Продолжение следует...